Так я куплю тебе Globus Ну, он подшучивает, потому что, естественно, скажешь Макдак, не транжира Вот это английский! Здравствуйте! Сегодня пятница, а значит мы работаем с мультиками И мы продолжаем разбор утиных историй Сегодня у нас третий выпуск, и мы начинаем Так, давайте переведем этот трючек, на котором мы как раз остановились А вот он и старый spend thrift Глагол spend всем прекрасно известен, и он обозначает тратить А вот thrift — бережливость Давайте посмотрим на это слово, чтобы понять, что как раз значит spend thrift Бережливость, хозяйственность, экономить И вот различные словосочетания, но нас интересует полное предложение Through hard work and thrift, they sent all of their children to college Through hard work, через, ну, как бы посредством тяжелой работы And thrift и бережливости, то есть откладывание как раз денег They sent all of their children to college Они отправили, послали, да? All of their children, всех из их детей, то есть всех своих детей И давайте сначала запишем слово thrift Как раз таки бережливость, экономность А вот, кстати, да, и thrift shop — экономный магазин, да? Это магазин, в котором все стоит дешево Там second hand или что-то вот в таком духе Там, где можно урвать хорошую вещь абсолютно за копейки Вот такую картинку мы поставим И вот как раз таки spend thrift — это мод, расточитель То есть тот, который тратит сбережения абсолютно не глядя Расточитель, мод, транжира и так далее The spend thrift managed to blow all of his inheritance in a single year The spend thrift — расточитель, да, этот мод Умудрился, managed to, справился с тем, чтобы Blow all of his inheritance Продуть все его наследство in a single year В один год, в единственный год На самом деле мы больше не будем сейчас так сильно в примерах копаться до конца видео Потому что это немножечко скучновато Лучше уж мы в конце все это разберем А пока что будем немножко дальше подинамичнее работать Чтобы в конце уже все разобрать по полочкам There's the old spend thrift now Вот он, приехал наш старый транжира Ну, он подшучивает, потому что, естественно, скажешь, Макдак, не транжира Here's your two dollars, you missionary Here's your two dollars Вот твои два доллара Here's your two dollars, you missionary There's your two dollars, you mercenary There's your two dollars Вот твои два доллара You, mercenary Ты Mercenary может обозначать либо наемник Вот, если вы смотрели когда-то «Звездные войны», то там был персонаж Боба Фетт Вот он был mercenary, наемник Или как раз вот то, что сейчас вышел Мандалорец, по-моему, тоже он mercenary, наемник То есть его нанимают, чтобы, ну, за деньги он, короче, убивает, да, людей То есть он корыстный, он не за идею воюет, а за деньги Поэтому он mercenary обозначает и наемник, и корыстный человек Поэтому можете так запомнить There's your two dollars, you mercenary Вот твои два бакса, ты корыстный наемник Ну, в плане, что наемный работник Ну, конечно, он говорит не here, а here Chew on this Chew — это жевать Chew on this, как бы подавись, да Пожуй это Вот, кидай этому эти пробники сыра То есть понимаете, в чем прикол? Если бы он просто сказал Chew this, пожуй это Не звучало бы так, как сказать, издевательски А он говорит, типа, Chew on this Да, жуй Ну и получается значение, как бы, вот, жуй Here, Chew on this Давай, жуй Donald, you can't be serious about this crazy idea Donald, you can't be serious Donald, ты не можешь быть серьезным То есть ты же не всерьез это About this crazy idea Об этой сумасшедшей идее Donald, you can't be serious about this crazy idea There's no profit in it There is no profit in it В ней же нет профита, да Этой пользы никакой But I've already enlisted, Uncle Scrooge But I've already Но я уже enlisted Вот, по-моему, когда-то, где-то у нас Встречалось в каком-то военном тексте Enlist — это вступать в ряды армии, да Поступать на военную службу Грубо говоря, где-то есть list — это список, да Тех людей, которые поступили И вы туда enlist Попадаете в этот список тех, кто идет воевать А вот знаменитый этот постер I want you for the US Army enlist now Вступай сейчас Вступай в ряды армии Вот оно, это слово enlist Поступать на военную службу И он говорит But I've already enlisted Uncle Scrooge Но я уже вписался, да Я уже как бы вступил Uncle Scrooge I want to see the world I want to see the world Я хочу посмотреть мир So I'll buy you a globe So I'll buy you a globe Говорит Scrooge Так я куплю тебе глобус Типа, посмотри Так, и еще раз переслушаем И продолжим Типа, ты, 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 ты There's your two dollars, you mercenary Hey, what about my tip? Here, chew on this Donald, you can't be serious about this crazy idea There's no profit in it But I've already enlisted, Scrooge I want to see the world So I'll buy you a globe I gotta go To tell of my nephews But what have I done To deserve being saddled With these Juveniles You're the only one I trust the best, Scrooge Lucky me Lucky us Well, I suppose We should head for home All right I'll get a taxi No need for that It's only a brisk Three mile walk And after that We'll have a nutritious lunch of cheese И разбираем второй отрывок I gotta go I gotta go Я должен идти Take care of my nephews Take care of my nephews Take care Позаботься Дословно Care Забота Take care Брать заботу То есть позаботься Take care of my nephews Позаботься о моих племянниках Ну, nephew Вы тоже с большой вероятностью знаете Это слово Не будем на нем останавливаться I gotta go Take care of my nephews But what have I done Ну, что ж я сделал To deserve Чтоб заслужить Being saddled With these Быть Saddled Это седло Но вот To be saddled Как бы быть Усаженным в седло С кем-то Имеется в виду Что меня обременят этим Да Насадят на меня седло В виде этих трех сорванцов Поэтому To be saddled With Господи, как странно слово Сорванец звучит Как будто я сам старик какой-то Saddled Вот оно седло И быть обремененным Это как Буквально Выглядеть как лошадь На которой это седло И он говорит What have I done To deserve Being saddled With these Что ж я сделал Чтоб заслужить Что меня так оседлали Да Обременили Этими Juveniles Juveniles Он сначала Видимо Что-то плохое Хотел сказать Потом Смягчился До слова Juveniles Это значит Молодежь Какие-то Вот как я и сказал Сорванцы Да, мелкие Чаще всего Это слово Встречается В судебных Да, вот Несовершеннолетние В плане Когда идет Речь о каких-то Преступлениях Которые совершают Несовершеннолетние Поэтому вот мы так Запишем Juvenile Вот, кстати, да О чем я и говорю Сразу картинка Не самая приятная Потому что Скорее бы сказали Ну, в положительном смысле Говорят Teenager Или еще что-то Child Там, как хочешь Но Когда Juvenile Вот оно, кстати Прямо написано у них на спине Когда Juvenile В голову именно Вот что-то подобное Приходит Вот И он говорит Being settled with these Juveniles С этими несовершеннолетними Да, не с детьми А он их так Формально называет You're the only one I trust Uncle Scrooge You're the only one Ты единственный I trust Я доверяю Ну, пропущенное слово Кому В английском так часто бывает You're the only one I trust Ты единственный Кому я доверяю Uncle Scrooge Дядя Скруже Lucky me Lucky me Счастливый я Тебе повезло Ну вот Им тоже повезло Well, I suppose We should head for home Well, I suppose Ну, я полагаю We should head for home Мы должны Head Это голова Head for Как бы Направляться Головой Куда? For home Домой Ну, это я так Конечно, как обычно Подшучиваю Но мне вот Знаете, что самое прикольное Когда мне потом пишут В комментариях Иван Но я с вами не согласен Конечно, head for Это не направляться Куда-то головой А это просто Направляться Вот При том, что я, естественно Так делаю Ну, это как с horsefly Недавно было, да И говорю, типа О, лошадь летающая Типа Ну, это просто Я так прикалываюсь И для запоминания Лучшего говорю Естественно, head for Куда-то идти Куда-то направляться Но просто Тут слово голова Да И вообще Если представить По-английски Как это звучит То, конечно, именно Head for Куда-то нацелиться Направиться И вот он говорит Head for home Направиться К дому, да Пойти Alright, I get a taxi Alright, I get a taxi Ну, ладненько Я get a taxi Возьму такси It's only a brisk Three mile walk It's only a brisk Three mile walk Это всего лишь Оживленная Да, такая Живенькая Быстренькая Three mile walk Три мили Walk Пройтись Короче, прогулочка It's only a brisk Three mile walk Это всего Три мили Быстренько Пройти Весело Даже не заметите Brisk Живой Проворный Ну, естественно С этим словом Мы тоже поработаем Еще в конце После разбора And after that We'll have a nutritious lunch of cheese Мы будем иметь У нас будет A nutritious lunch Питательный lunch of cheese В виде сыра Nutritious Давайте тоже запишем Может быть, вы этого слова не знали Хотя Сейчас мы уже говорим Нутриенты, наверное Что-то такое Я слышал уже даже в русском языке And after that We'll have a nutritious lunch of cheese У нас будет питательный ланч из сыра I gotta go To care of my nephews But what have I done To deserve being saddled With these Juveniles You're the only one I trust you Best, Scrooge Lucky me Lucky us Well, I suppose We should head for home All right I'll get a taxi No need for that It's only a brisk Three-mile walk And after that We'll have a nutritious lunch of cheese Well, here we are Home, sweet home Ah, Duckworth Carry the suitcases up to the room we prepared Of course, sir Wow A palace And a butler And our own room You know, living here might not be so bad after all Утиные истории, конечно, решили упаковать нас всеми акцентами Поэтому добавили британского персонажа Это как раз батлер дворецкий Так что мы с вами наслушаемся и шотландского, и американского Well, here we are Home, sweet home Well, here we are Ну, вот мы и здесь Here we are Пришли Home, sweet home Дом, сладкий дом Дом, милый дом, можно сказать Ah, Duckworth Ah, Duckworth Ну, это зовут так батлера Carry the suitcases up to the room we prepared Carry the suitcases Отнеси чемоданы up to the room Вверх на комнату we prepared Которую мы приготовили Carry the suitcases Up to the room we prepared Of course, sir Of course, sir Говорит батлер Wow A palace Wow A palace Palace – это дворец целый Wow A palace Дворец And a butler And a butler И дворецкий And our own room And our own room И наша собственная комната Но он тут не произносит отдельно And our own room А получается And our own room And our own room Получается And our own room И наша собственная комната You know, living here Might not be so bad after all You know, living here Знаешь, жить здесь Might not be so bad Может не быть таким плохим Типа, жить здесь Может быть не так уж и плохо After all В конце концов Да, после всего You know, living here Might not be so bad After all Все согласились И еще раз Well, here we are Home, sweet home Ah, Duckworth Carry the suitcases Up to the room we prepared Of course, sir Wow A palace And a butler And our own room You know, living here Might not be so bad after all Так, и тут мы остановимся Теперь поработаем Хорошенечко со словами И еще раз пересмотрим Отрывок, который мы сегодня разобрали Thrift Бережливость Экономность И Thrift Shop Магазин для экономных И бережливых как раз Spent Thrift А это тот, кто как раз таки Тратит всю бережливость Это транжира Мы с ним уже тоже Хорошенько поработали Хотя Давайте-ка Тем не менее Накинем пару примеров И вот я сюда добавлю То же, что мы и встретили Through hard work and thrift They sent all of their children To college И про Spent Thrift То же самое The Spent Thrift Managed to blow All of his inheritance In a single year Транжир умудрился Продуть все наследство За один год Mercenary Наемник Корыстный Тот, кто убивает за деньги Ну или не обязательно Убивает за деньги Но просто вот Как помните Скордж Магдак Обозвал как раз таки Mercenary Тот, кто думает О деньгах много Вот здесь, например Не в значении Убийца Да, а просто Корысть His motives Его мотивы In choosing a career В выборе карьеры Were purely mercenary Были чисто корыстными Только корыстными To chew on Жевать Но пожевать Вот в таком смысле Give a dog a bone It'll chew on it for hours Дай собаке кость Она будет грызть ее часами To enlist Поступать на военную службу I want you for the US Army Enlist Now Вступай сейчас Enlist Поступать на военную службу Ну и как правило Это в добровольном порядке К тому же Two boys from our village Have enlisted in the Navy Двое ребят из нашей деревни Записались добровольцами Во флот Да, вступили To be settled with Быть обремененным Вот я вам обещал пример И сейчас я вам его предоставлю I have been settled with debts For fifteen years Я обременен долгами Да, на меня надели седло В виде долгов For fifteen years В течение пятнадцати лет To head for Направляться куда-то Прямо Brisk Живой и проворный To head for Направляться куда-то И давайте тоже примерчик When the rain stops Let's head for the picnic grounds Когда тоже закончится Давай рванем на пикник Там, где эти земли пикничные Brisk Живой и проворный Прямо какая-то собака И вот про прогулку Помните, он сказал Brisk walk Такая Быстренько, живенько Пройдемся И, кстати, вот Словосочетание Сразу дает Word Hunt A brisk walk in the park Так что запомните И когда-нибудь Обязательно Верните в свою речь Вот A brisk pace Быстрый шаг Быстрая скорость A brisk walk Вот все время, да Про прогулки так говорят A brisk walk is part of her morning routine Быстрая ходьба, быстрая прогулка Is part of her morning routine Часть ее утренней рутины Утреннего ритуала Да, как она проводит свое утро Nutritious Питание, питательность Nuts and fruit make nutritious snacks Орешки и фрукты делают из себя Питательные перекусы Снеки Ну или вот красивый перевод И теперь, когда мы разобрали Все эти карточки Вы, кстати, можете их скачать В закрепленном комментарии И поработать с ними Самостоятельно У себя на телефоне И с примерами И просто как хотите Можете тест сделать Можете в любом режиме Их изучать Можно даже, кстати, вот Сопоставлять Смотрите как Допустим Enlist Поступать на военную службу Mercenary Наемник Направляться To head for To chew on Пожевать Живой проворный Brisk Вот В общем, вы можете Поставлять И выбрать любой режим Который вам больше нравится И прямо у себя на телефоне Все это поучить А мы завершаем урок Тем, что пересмотрим Заново сегодняшний отрывок Который мы разобрали вместе Здесь есть ли ол скит-трип На! Здесь, вы $2, вы мерцанери Hey, what about М-теп? Here Chew on this Блэх Дональд Вы не сможете быть серьезным о этой глупой идее. Нет денег в это. Но я уже инвестировал, Деструндж. Я хочу видеть мир. Так я куплю тебя глоба. Я хочу поймать... ...какать моих неприятностей. Но я не могу сказать... ...какать моих детям. Но я не могу сказать... Вы только один, Деструндж. Реша, Деструндж. Лучи нас. Ну а я надеюсь, мы должны... ...править домой. Хорошо, я хочу. ТАКСИ! Ух, нет никакого. Это только три-миле walk. И после этого мы будем получать вкусную лунчу. Ну, вот мы в этом. Ом, слюдя ом. А, Даква, я хочу сделать это в комнате мы приготовили. О, конечно! И в следующей серии мы узнаем, что же случилось дальше, когда ребята прибыли в свое новое жилище Ну а на этом сегодня мы заканчиваем С вами был Вот это Английский И не забывайте обязательно подписаться на мой канал, если не подписались Поставить колокольчик, чтобы не пропускать ваш любимый день Который, я так понимаю, пятница Потому что именно по пятницам мы работаем с мультиками Всем до скорого!